Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа «Довлеет дневе злоба Его» Матфей, 6 глава, 34 стих. Это знаменитое изречение Иисуса Христа кажется довольно прозрачным для понимания. Как и многие другие его изречения, они стали афоризмами, вошли в нашу речь, они стали крупицами здравого смысла и вроде бы говорится о самых очевидных вещах, но в действительности их смысл можно понимать на разных уровнях. Если прислушаться к этим словам на каком-то приземленном уровне, как некая сермяжная правда, мы можем легко себе представить, что завтрашний день может быть совсем не таким, каким мы его себе представляем. Наши планы, которые мы строим на завтра, могут не исполниться, и завтрашний день бросит совершенно другие вызовы, возникнут новые обстоятельства, и поэтому в народе тоже говорят «загад не бывает богат». Но, с другой стороны, завтрашний день может нам приготовить и совершенно новые возможности, которые не имеют ничего общего с тем, что сегодня нам уже дано. Поэтому завтра, может быть, кто-то из нас проснется в царском дворце, а кто-то, может быть, окажется на улице. Завтрашний день совершенно непредсказуемый. И даже самый скромный жизненный опыт подтверждает, насколько верным оказывается это наблюдение, и насколько мудрыми являются советами никогда не тревожиться о завтрашнем дне. Поэтому «довлеет дневе злоба его» на русский язык можно было бы перевести так, что «на сегодняшний день достаточно сегодняшней заботы». «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Но в Евангелии всегда говорится нечто большее, чем просто народная мудрость или сермяжная правда. Потому что Иисус Христос – это не просто какой-то странствующий мудрец, который проповедует какие-то расхожие истины. Поэтому давайте попытаемся понять эти слова на более глубоком уровне. В частности, здесь речь идет о том, что очень важно научиться жить настоящим, жить здесь и сейчас. И это по-настоящему драгоценная мудрость. Жить здесь и сейчас означает жить настоящим, а жить в завтрашнем дне – это означает жить в своих мечтах, в иллюзиях. И поэтому мы теряем тот момент, который нам дан сегодня. Независимо от того, что с нами произойдет или не произойдет завтра, зависит оно или не зависит от нас, нужно постоянно возвращаться к реальности. И это настоящий труд, настоящая дисциплина. В некоторых случаях эта мудрость – быть здесь и сейчас – позволяет людям избавиться от некоторых психических расстройств. В частности, с теми расстройствами, которые связаны с тревожностью. Существует бытовое определение тревоги. Тревога – это необоснованное забегание вперед. Еще ничего не случилось, но человек с повышенной тревожностью уже в своем уме прокручивает самый неблагоприятный сценарий будущего. И это ему причиняет страдания здесь, хотя ничто не предвещает и не гарантирует тревоги. И это мешает ему трезво судить о происходящем. Тревога – это необоснованное забегание вперед. Это становится замечательной темой для психологических тренингов. Но для того, чтобы по-настоящему это стало правилом жизни, для того, чтобы по-настоящему это изменило жизнь, тренингов никогда не бывает достаточно. Требуются большие усилия и большое самообладание. Поэтому это лекарственное средство быть здесь и сейчас никогда не бывает дешевым. И поэтому его бесполезно распродавать по дешевке. Оно требует всегда усилий. Это труд, это по-настоящему дисциплина. И действительно об этом говорится в Евангелии. Но можно пойти еще глубже. Стремление пребывать здесь и сейчас, сохранять очень надежную, крепкую связь с настоящим моментом, может стать подлинной духовностью. Это не просто мудрость, но настоящая богословская мудрость, духовность, на которой строятся наши отношения с Богом. И это всегда связано с чем-то большим, чем наши психологические переживания, наше психологическое отношение ко времени, к тайне времени. Это связано с нашей верой. Потому что сохранять надежную связь с настоящим моментом, это означает сохранять веру и доверие Богу, нашему Отцу. И тогда все будет направлено на заботу о том, чтобы Он воцарился, но не где-то, когда-то, в будущем, а здесь и сейчас, в самых обыденных обстоятельствах нашей повседневной жизни, в ткани нашего повседневного бытия. Когда мы говорим, да приидет царствие твое, пусть оно придет во всем, что происходит со мной в настоящий момент, в моих мыслях, в моих поступках. Поэтому это больше, чем психология. Это приглашение Бога войти в твою жизнь, для того, чтобы Его царство наступило здесь и сейчас, для того, чтобы Он по-настоящему воцарился в твоей жизни. Потому что по-настоящему вопрос только в одном. А кто царствует в твоей жизни? Кому ты принадлежишь? Поэтому жить не в мечтах, а в самой реальной реальности, означает жить в Боге. Многие из вас, наверное, знают, что имя Божие «Аз Есмь» или обетование воскрешего Христа «Аз Есмь с вами» во все дни до скончания века «Се-Аз с вами». Вот эта частичка «Се» означает прямо здесь и сейчас, и достаточно только открыть глаза, и вы увидите эту реальность. «Аз Есмь с вами» Бог – это не некая философская абстракция, это живое присутствие. Всякие философские и богословские рассуждения о вечности совершенно чужды духу Евангелия. Он никогда не рассуждает о Боге как о чем-то абстрактном. Вот, например, когда Христос говорит «Отец твой видит в тайне», он ясно дает нам понять, что Бога невозможно обрести, все время устремляясь куда-то в неведомые дали, куда-то вперед, в другие места. И особенно бесполезно бросаться в воображаемое будущее. Жить здесь и сейчас означает жить в тайне, в тайне того сокровенного присутствия Бога, которое наполняет смыслом и содержанием твою жизнь. Существует небольшой секрет. Эта формула «не тревожиться о завтрашнем дне» никогда не действует сама по себе. Потому что просто заниматься аффирмациями и повторять себе «не тревожься», «не тревожься» не совершит никакого чуда. Эти слова можно понять только в контексте всего Евангелия. И в первую очередь, если вспомнить другие обстоятельства, когда Христос говорит эти слова «не тревожьтесь». И здесь очень важно поставить правильный акцент. Например, Христос говорит «не тревожьтесь об одежде и о пище», потому что именно об этом тревожатся язычники. И, конечно, наш ум, наша фантазия ставит акцент на слове «одежда», «пища», «деньги», «все, за что мы цепляемся». Но акцент нужно поставить на этом «не тревожьтесь». Научитесь у полевых лилий и у птиц небесных этой безмятежности, этой божественной мудрости, и тогда многие вещи в вашей жизни встанут на свои места. Итак, в Библии очень много изречений, которые понятны сами по себе. Неважно, кто их произносит, это просто слова мудрости, которые в нашем обиходе имеют свое звучание, помогают нам жить мудро и прекрасно. Но есть такие изречения, которые можно понять, только представляя, кто их произносит, то есть имея какие-то личные отношения с тем, кто нам говорит их, чей голос мы слышим. И Спаситель всегда произносит такие изречения с определенной интонацией, для того, чтобы мы смогли проникнуть в глубину его мысли, его сердца. Вот почему он говорит в другом месте «научитесь у меня», «научитесь от меня». Они имеют личную ценность, и по-настоящему масштабы этой мудрости мы можем только понять, узнав лично того, от кого они исходят. Они нам ничего не говорят абстрактного о личности Иисуса Христа, они не содержат в себе никакой информации, но они могут научить нас многому, исходя из того, что мы уже знаем об Иисусе Христе, и тогда мы сможем понять, что именно в его устах означает не беспокоиться о завтрашнем дне. В нашем привычном употреблении давлеет дневе злоба его, то есть на каждый день хватает своей беды, злоба — это что? Это беда. Очень часто становится чем-то банальным, избитым и слишком знакомым. Точно так же, как другие выражения. Несть пророка в своем Отечестве, или все тайное становится явным, или первые станут последними. Например, когда в конце тяжелого дня вы с облегчением говорите себе «на каждый день довольна своей боли, своего труда, своих забот». Это означает, что на сегодня достаточно. Завтра будет новый день, и мы продолжим наш труд. Еще другое значение связано со словом «злободневный». «Ирония судьбы» — это злоба дня стала синонимом повестки дня, чем-то наболевшим, актуальным. И поэтому на злобу дня это означает какие-то актуальные проблемы, которые обязательно нужно решать. Головная боль, которую нужно обязательно сегодня исцелить. И «давлеет» что означает? Это означает давит, принуждает к действию. Но в действительности «давлеет» означает довольно, достаточно. На сегодняшний день достаточно той боли, той тревоги, тех забот, которые нам выпадают именно на сегодняшний день. Но все это бесконечно далеко от Евангелия Царства. И для того, чтобы точнее понять значение всех этих слов, нужно понимать, что греческое слово «какие», которое здесь используется, оно никогда не обозначает боль или злобу. Оно действительно очень часто обозначает беззаконие или злое поведение. И это является его истинным значением. В греческом тексте Ветхого Завета два или три раза оно встречается в значении несчастья или беда. Но всегда это несчастье связано с какой-то местью или наказанием, которое порождено злой волей. Иногда речь идет даже о божественной воле, потому что мы находимся в Ветхом Завете. Что же здесь имеется в виду? Слово «злоба» в славянском переводе нужно принимать в самом общем значении. Это точно так же, как мы иногда говорим «мне плохо», «мне дурно», «мне больно». В самом общем значении. Точно так же мы говорим о себе «я взял на себя труд», «я постарался» столкнулся с какими-то неприятностями и их преодолел. И оно означает все то болезненное, трудное, что нам выпадает на каждый день. И очень часто это еще связано с тем, что мы добавляем силы своего воображения. И мне очень часто приходят на ум слова одного писателя, которые говорят «я много в своей жизни пострадал от зла, которого со мной никогда не случалось». Вот слово «злоба» нужно понимать в самом широком значении. Не только тот труд, который выпадает на твои плечи, но тоже твое воображение, которое отягощает твою жизнь и делает ее более трудной. И чтобы окончательно все стало на свои места, давайте вспомним другое место в Евангелии. Притчу о работниках, которых Господь нанимает в течение дня. Это притча о работнике последнего часа. Паденщики, приступившие к работе на рассвете, говорят «мы перенесли тяжесть дня, мы трудились». Но вся притча как раз и состоит в том, что награда измеряется не мерой тяжести дня, не мерой того, что тебе пришлось преодолеть той болью или злобой, которую тебе пришлось претерпеть. Награда состоит совершенно в другом. Так что не будем его умножать, не будем умножать злобу дня, которая выпадает и так нам. И главное, что не нужно привыкать думать о том, что хорошее и доброе и ценное в глазах Бога, оно является таковым лишь потому, что нам стоило больших усилий, трудов, муки. Довольно встретит день таким, каков он есть. Но всегда очень важно помнить, кто говорит. Это говорит воскресший Иисус Христос. И в его устах эти слова обретают совершенно уникальное значение. Точно так же, как он говорит «возьмите крест свой» или «возьмите иго моё». Всегда здесь имеется в виду, что ты не один берешь на себя этот труд, рядом с тобой есть кто-то. Иго моё означает то иго, которое Христос несет вместе с тобой. И тогда наш сегодняшний день, наше «здесь и сейчас» приобретает совершенно другое звучание. На портале Exeget.ru с вами был протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.